С начала года традиционно вносятся изменения во все сферы жизни белорусов. Таможенное законодательство не исключение. Что изменилось в этом году? Каков теперь размер таможенных пошлин? На эти и другие вопросы наш корреспондент Вероника Гомзюкова узнала ответы в Гомельской таможне. С начала этого года из лексикона сотрудников таможни исчезло понятие «неделимый товар». Это любой товар, который состоит из одной единицы в собранном или разобранном виде. Разделить его без изменения на значение невозможно. Например, это может быть духовой шкаф, посудомоечная или стиральная машина, холодильник. Вес таких предметов с учетом заводской упаковки не должен превышать 35 килограммов. С 1 января они включаются в общий вес и стоимость всего товара, который физическое лицо везет в Беларусь. Расчет платежей производится в части превышения стоимостной или весовой норм с учетом частоты пересечения границы. При частоте пересечения таможенной границы чаще, чем один раз в три календарных месяца, для беспошлиного ввоза вес товаров не должен превышать 20 килограмм, стоимость не должна превышать 300 евро. При этом товары, ввозимые воздушным транспортом, независимо от частоты пересечения таможенной границы, весом до 50 килограмм, стоимостью до 10 тысяч евро, ввозятся беспошлино. Такие изменения привели к новым правилам оплаты таможенных пошлин. Ранее за неделимый товар уплачивались таможенные пошлины в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за весь вес товара. Сейчас необходимо уплатить 30% от стоимости или 4 евро за весь товар в части превышения нормы беспошлиного ввоза. Приоритет будет за той суммой, которая в пересчете окажется больше. Например, при ввозе духового шкафа весом 50 килограмм стоимостью 300 евро, физическому лицу до нового года необходимо было уплатить 200 евро, то есть 50 килограмм умножить на 4 евро. Сейчас подлежат уплате 100 евро, то есть 50 килограмм минус 25 килограмм нормы беспошлиного ввоза умножить на 4. Напоминаем, что сегодня беспошлино можно везти автомобильным или железнодорожным транспортом товары, стоимость которых не превышает сумму 500 евро, а вес 25 килограммов. В случае пересечения границы чаще, чем один раз в течение трех календарных месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, и общий вес не более 20 килом. В два раза снижена единая ставка таможенных пошлин налогов в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях. Если раньше за превышение норм необходимо было оплатить 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм превышающего веса, то теперь всего 15% от суммы товара и, соответственно, от 2 евро за 1 килограмм превышения. Помним также про трехлитровое ограничение алкоголя и 200 единиц сигарет, при условии, что вы въезжаете в страну реже, чем раз в неделю. Тем, кто пересекает границу раз в день, при себе можно иметь 100 грамм алкоголя и 20 сигарет. Незаконно перемещаемые товары помогают обнаружить новое оборудование, которое гомельские таможенники получили из Китая. Это рентгеновская система, которую установили в пункте пропуска новая ГУТА. Благодаря ей можно легко обнаружить и даже определить расположение незаконно перевозимых товаров, в том числе оружие, наркотики и взрывчатку. При сканировании багажа на монитор выводится трехмерное изображение, позволяющее просмотреть багаж в различных плоскостях. Досмотровая рентгеновская система позволяет существенно сократить время проведения таможенного контроля багажа пассажиров, при этом обеспечивается эффективность его проведения. За время эксплуатации рентгеновская система показала свою эффективность. Так, сотрудниками таможни в ходе анализа сканограмм удалось обнаружить и пресечь незаконное перемещение крупной суммы иностранной валюты в эквиваленте более 100 тысяч долларов США, а также предмета, который впоследствии был отнесен к категории холодного оружия. Еще одно нововведение – программно-технический комплекс для автоматического считывания, распознавания и регистрации номерных знаков машин. В момент подъезда к пункту пропуска камера фиксирует передний регистрационный знак. Аналогичная схема повторяется и при выезде транспортного средства. Внедрение этой системы позволяет сократить время совершения операций контролирующими службами. Вероника Гамзюкова, Валерия Копанькова. Специально для программы «Де Факто».